Россия не планирует наращивать добычу нефти. Все наращивают добычу нефти. Соединенные Штаты наращивают, Саудовская Аравия не просто наращивает, а семимильными шагами. Норвегия наращивает очень сильно, Иран наращивает. Венесуэла ничего не наращивает, потому что нет никакой возможности наращивать, но продает по 5 долларов за бочку. Вопрос, а почему же Россия не хочет наращивать? Да, конечно, хочет. Все, просто притык. Все, не может наращивать. Все было классно у Путина. Вот тот объем, который он мог производить, этот объем он продавал. И была договоренность в рамках ОПЕК, что ни на грамм больше нельзя добывать, а он больше на грамм и не может. Они бы хоть провели в начале исследования, а теперь, ну, может быть, теперь провели и решили вот таким образом его потроллить, поддемпинговать. То есть они могут увеличить объемы, а он нет. Они могут заработать те же самые деньги только на больших объемах, а он ничего не может. Он может только просрать все, потому что у него есть предел. Очень хорошо, это прям очень радостно. Вот это самая лучшая новость. Вы даже не представляете, что не планируют. Почему не планируют? Потому что не могут. А если они не могут увеличить добычу, то им капец. Это очень здорово. Браво. Пойдет ли Россия на сделку с ОПЕК? ОПЕК-то теперь какая сделка? Зачем? Зачем ОПЕК-сделка? Они могут продавать бесконечное количество нефти, потому что они могут вдвое. Саудовская Аравия может вдвое нарастить добычу. Арабские Эмираты могут вдвое нарастить добычу. Там Кувейт тоже на очень большое количество процентов и так далее. То есть они могут наращивать. Норвегия тоже какие-то бешеные месторождения и может нарастить там бесконечно. И получать те же самые деньги за большее количество нефти. Ну какая разница? Понимаете, нефть, ну что, оно течет из крана и все. Понимаете, качок работает. А иногда и за счет внутреннего давления все вылетает. И все. Поэтому какой смысл идти сейчас на сговор с Путиным? Что Путину помогать? Не будут они ему помогать. Он им нафиг не нужен. Наоборот, они этот кусок получат. Путин не может по такой цене продавать. У него бешеная себестоимость за счет воровства. Везде у него сидят какие-то прокладки. Ну нужно эту нефть добыть и продать. А у него перекачать и продать. А у него между этими там по три фирмы как минимум. Ну вот как с электроэнергией. Очень хороший вам пример. То есть вот раньше производится, допустим, на ГЭС или на ТЭС электроэнергия. Доставляется по проводам. Да. И потом доставляется потребитель. И потребитель платит. Все, казалось бы, просто. Они сказали, что нет. Это очень все херово. А надо сделать как? Нужны... Генерация должна быть. То есть те, кто вырабатывает электричество. Должны быть сети. Те, кто переправляет это электричество. Потом там еще какие-то мелкие сети. Ну все это к сетям. И те, кто собирает деньги. А вот эти вообще главные. Те, кто собирают деньги. Понимаете? И у Путина всегда так. У них всегда куча всяких прокладок, которые должны получать бабло. Ну там какие-то родственники, родственники, родственников. Знакомые, знакомые, знакомых. А тут все. У саудитов нет родственников. У них все в порядке. У них вот они добывают и вот продают. Бабки сюда. Не через кого-то там, да, как к рукам, чтобы прилипало. А у Путина нет. А в связи с этим огромная себестоимость получается. Просто космическая. Там уж дешевле нельзя продать. Куда-то до этих всех. Всю шобу лозерную. Куда девать.